512 человек приняли участие в ликвидации аварии на Чернобыльской атомной станции от Хакасии. В числе первых там оказался полк химической защиты, сформированный в Сибирском военном округе. Александр Шахрай служил в нем прапорщиком. Вспоминает характерную для того времени историю. Полк получил задание водрузить советский флаг на трубой электростанции. Командир полка сказал, что надо выделить три добровольца. Весь полк качнулся и сделал шаг вперед. Люди поднялись на трубу атомной станции, водрузили флаг, уехали потом к себе на родину, уехали на родину. Во время водружения они получили огромнейший удар радиации, в скорости не умерли. Они выполнили приказ, который сейчас по прошествии 30 лет, наверное, выглядит преступным. Но тогда было другое время. Люди добровольно шли на смертельный риск за идею. Они хотели спасти мир от дальнейшего заражения. Более 10 раз рядом с реактором работал Юрий Дмитриев. В июле 1986 призванный из запаса так называемый партизан. Я хрипел, не разговаривал. А выхожу с зоны, с опасной зоны, разговариваю. А там все у меня садилось. Мне делали фиброму голосовых связок. Это в 1994 году сделали операцию. На инвалидность ушел в 1993 году. Ликвидаторы практически все свои болезни связывают с радиацией, хотя врачи диагноз «лучевая болезнь» ставят единицам. Почти 100 ветеранов из Хакасии уже ушли из жизни. Еще 16 человек находятся в тяжелом состоянии. Об этом сегодня говорили на митинге, отдавая дань уважения мужеству ликвидаторов. После минуты молчания участники митинга возложили к обелиску памятные гирлянды и цветы. Виктор Лушников, Антон Новожилов, Вестиха Кассия. Субтитры создавал DimaTorzok